Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next TV, на волнах радиостанции Next FM, а также на наших страничках в социальных сетях Арча Медиа. Выходит очередной эфир, который мы традиционно посвящаем самым злободневным, актуальным и порой тревожным новостям. Сегодня мы очень благодарны тому, что нашла для нас время правозащитница, человек невероятного благородства и мужества, Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте! Еще раз благодарю вас за то, что нашли время для этого эфира. Здравствуйте, спасибо за комплименты, но я абсолютно нормальный правозащитник, такой, каких много, и, пожалуйста, не льстите. Итак, основные проблемы, с которыми сталкиваются сейчас мигранты, мы будем говорить о России, хотя ко мне обращаются мигранты и в Кыргызстан, и сейчас пошли обращения от мигрантов в Турцию, в Армению, но все равно 99% обращений у меня от людей, переехавших на заработки или по другим причинам в Россию, поэтому будем говорить в основном о России. Да, тем более, что сейчас так случилось, что из-за геополитических событий, из-за войны в Украине огромное количество мигрантов из Кыргызстана, помимо тех сложностей жизненных, начиная от бытового рабства, заканчивая агрессией и насилием, с которыми они сталкивались до начала войны в Украине, сейчас еще есть риск оказаться на фронтах той самой войны. Валентина, давайте вот об этом тоже поговорим, потому что, ну, я думаю, у многих так случилось, в нашей стране есть родные, близкие, как минимум знакомые, которые вынуждены выезжать на заработки в Российскую Федерацию. Итак, значит, что касается миграционной ситуации в целом. Конечно, в России сейчас опасно, конечно, в России сейчас далеко не так комфортно, как было в довоенный период. Конечно, экономика падает, конечно, заработки падают, конечно, растет число невыплат зарплаты, что мы ощутили, вот в прошлом году у нас был резкий рыбок, в три с половиной раза увеличилось число обращений по фактам невыплаты заработной платы, уже заработанной мигрантами, то есть люди работают несколько месяцев, им не платят. И плюс еще, как дополнительный фактор, это принудительные или мошеннические вербовки в армию. На первом самом этапе в марте 22 года с этим кыргызстанцы, получившие гражданство РФ, сталкивались вообще чаще всех. Их было абсолютное большинство. Потом они в основном сравнялись с гражданами других стран по количеству обращений, но вы должны понимать, что граждан Кыргызстана в России менее 11% среди числа мигрантов, а обращение от них 25%. Валентина, вот давайте тут немножко остановимся. Вы с чем это связываете? Почему такие разные показатели в цифрах? Так было, в общем-то, всегда все эти годы. Связано это в основном с резким отличием от той внешности, которая нравится российским полицаям. То есть они не только смуглые, но еще и разрез глаз миндалевидный, и лицо круглое, и вообще не такой вид красоты любят российские полицейские. Валентина, ну это получается же, вот мы как-то политкорректно обходим это слово, но это очень сильно пахнет расизмом. Это расизм и есть, я его не обхожу. Это так и есть. Расизм в России цветет буйным цветом. И плюс еще у вас после весьма благополучного посла, послица, которая пришла ему на смену, она прям любит Россию сильно больше, чем своих граждан, по моим ощущениям. Это мое личное субъективное мнение. Как бы опрос ее я не проводила. Независимые исследователи ее опрос не проводили. Ну, ну, так сильно плохо с мигрантами мало, чтобы обращался. Да, люди, чтобы понимали, вы занимаетесь правозащитной деятельностью сколько уже лет? С 1996 года. Я думаю, за это время у вас могла формироваться некая экспертная точка зрения, поэтому вот раз уж вы делаете на этом упор, действительно ли раньше все-таки посольство нашей страны как-то уделяло больше внимания защите прав мигрантов? Да, это чистая правда. Мало того, посольство старалось разогнать вокруг себя конторы, торгующие фиктивными документами. А, к сожалению, именно каргастанцы это такие типовые жертвы и типовые участники торговли заведомо недействительными документами. То есть нужно понимать, если у вас регистрация так называемая чистая, но не по адресу, где вы живете, то она фальшивая. Ребята, регистрация – это сообщение государству адреса, где вы живете. Если вы государству сообщаете адрес, где вы не живете, то вы врете государству. И это уголовное преступление использования заведомо недействительных документов. И если при прошлых послах этих контор прямо вокруг посольства хотя бы пытались разогнать, сейчас их становится все больше и больше, к сожалению. И это не встречает надлежащего отпора, скажем так, со стороны посольства. Во всяком случае, я такого отпора не наблюдаю. Мало того, многие из этих контор нехороших, они ссылаются на свои связи с посольством. Конечно, им нельзя доверять, они уголовники, они торгуют фальшивыми документами. Но поскольку ссылаются многие, может быть, что-то есть. Я не хочу утверждать, что это есть, как бы напрямую выгода есть. Я не хочу такого утверждать. Но я вижу, что борьба с ними упала к нулю. Если раньше посольство, ну вот был такой посол у вас предпредыдущий, он у вас любил создавать ненужную бюрократию. Вот это он любил. Он любил предварительную запись на любой прием. Невозможно было прийти, мало того, с детей, родившихся в России от граждан Кыргызстана, требовали, чтобы принесли справки о том, что они не являются гражданами России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Такие справки, естественно, принести никто не мог. Но как бы предлагали из-под полы такие справки за 12 тысяч рублей. Ну вот похоже на то, что это была коррупция, но доказать, что это были именно сотрудники посольства, я не могу. Поэтому не буду говорить, что это была коррупция. При следующем после это безобразие прекратилось и относительно наладилось с общением со своими гражданами. Сейчас с общением с гражданами все сильно плохо. Созданы горячие линии, которые отмороженные. На них никто на обращения граждан не отвечает вообще. На обращения так называемых лидеров диаспор, из которых больше половины торговцы документировали, отвечают после большого количества обращений, пинков, скандалов и угроз обратиться в МИД. Ну то есть вот настолько плохо, чтобы с гражданами не хотели общаться, а такого не было. Вот такого не было совсем. Ну ладно. Бог с ними, они и правда опубликовали. И все-таки, да, вернемся давайте к ситуации нынешней. И в особенности вот мы начали рассказывать о том, как повысились риски граждан Кыргызстана, которые работают в Российской Федерации, быть завербованными иногда не совсем законными методами на военные действия. Практически всегда совсем незаконными методами, если говорить о тех людях, которые обращаются ко мне. Вероятно, те, кто вербуются добровольно, ко мне просто не приходят. Но те, кого принудительно вербуют, да, они обращаются ко мне, их достаточно много было. У нас большой поток был в сентябре-октябре, с 21 сентября по 18 октября. Валентина, можем какими-то цифрами, как-то вот цифрами с нашего человека поделиться? У нас обращалось порядка 250 человек в сутки в период с 21 сентября по 18 октября, с 24 сентября, бру, по 18 октября прошлого года. Потом это упало, и обращений стало там сперва одно-два в неделю в течение октября, а потом одно-два в месяц за вот предыдущие месяцы. Сейчас опять пошел прирост. За июнь у меня четыре обращения, связанные с вербовкой, в том числе одно обращение от гражданина Кыргызстана. Если раньше к нам много достаточно обращались по незаконному вовлечению в эту войну граждане, уже получившие гражданство России, но раньше имевшие гражданство других стран, и среди них особенно много было бывших граждан Кыргызстана, то сейчас к нам обращаются, и вот в период с сентября прошлого года, к нам обращаются в основном люди, не имеющие российского гражданства. Значит, с чем обращаются? Людей заставляют подписывать вообще непонятно что в полиции. Задерживают по мотивам национальной ненависти. По-другому я никак эти задержания объяснить не могу, потому что полиция не имеет права подозревать в административном правонарушении. Ни в каком уголовном преступлении она никогда никого не подозревает из задерживаемых мигрантов. Никого не считает находящимся в розыске, во всяком случае не имеет фотороботов или совместных портретов с описанием тех, кого она задерживает, но они задерживают, держат много часов и угрожают депортации, если не подпишешь документы. Прочитать документы не дают, и люди подписывают вообще непонятно что. А потом некоторые обнаруживают, что их заставили подписать контракт о добровольной военной службе. Особенно такой вот, вот сейчас это было четыре таких, а особенно много такого было в сентябре-октябре прошлого года. Валентина, какой процент людей, которым удается помочь, когда ты уже, вот когда, ну скажем так, воспользовались твоим незнанием, воспользовались твоей юридической неграмотностью и заставили все-таки подписать документ, вот вам обращалось и обращается колоссальное количество людей, какому проценту из них вам удается помочь, кого из них удается спасти от того, чтобы он не оказался на этой войне? Ну, значит, смотрите, у нас не удалось всего два кейса. Но один из них, кейс огромный, это больше тысячи граждан Узбекистана, которые завербовались на работу в город Мариуполь, Московской области. Хороший город Московской области, правда? Им не платили на стройке больше четырех месяцев зарплату. И бригадир, извините, извините. Здравствуйте, вас задержала полиция? Алло. Здравствуйте, вас задержала полиция? Алло. Вас задержала полиция? Извините, если можно, через часик. Я сейчас занята. Хорошо, извините. Хорошо, Францент, спасибо. Извините, горячая линия. Все в порядке, Валентина. Я думаю, наши зрители стали свидетелями того, как профессионально вы с этим сработали. Я уверен, что если бы человек сказал, что его все-таки задержала полиция, вы бы, конечно, от нашего эфира отвлекли. Если человек говорит, что его задержала полиция, я даже из самолета выходила. Были такие кейсы. Браво, браво, Валентина. Это потрясающая иллюстрация того, как на самом деле должны работать правозащитники, которые видят в этом смысл своей жизни. Спасибо вам еще раз за то дело. И все-таки вернемся. Вот этот кейс, когда тысяча граждан Узбекистана оказались завербованными на войну. Они позвонили мне из автобусов, когда они увидели за окнами этих автобусов разрушенные дома. И только в этот момент дошло до них, что они не в Московской области. Ну, это, конечно, уровень образования. Просто нулевой. И это желание довериться каждому, особенно если он земляк. Это ужасно. Но вот это вот то, что приводит к вербоку. Вот, кстати, Валентина, спасибо, что вы об этом заговорили, чтобы действительно наш эфир ни в коем случае. Мы против любой расовой, этнической, религиозной ненависти. Мы в этом плане очень и очень аккуратны и осторожны. Но, тем не менее, я бы хотел, чтобы не возникало такого, знаете, ощущения, что вот как-то вне диаспор происходят многие нарушения. Нет, очень многие нарушения связаны именно с поведением земляков. Причем диаспорами в России, к сожалению, кто угодно наименовывает сам себя. Особенно это характерно для граждан Кыргызстана. Любой мошенник, зарегистрировавший ООО, даже не некоммерческую организацию, называет себя диаспора. И бывает, что не зарегистрировавший вообще ничего, тоже называет себя диаспора, при этом являясь просто физическим лицом, которое под соусом диаспоры просто творит натуральные преступления, причем в 99% случаев против своих земляков. Торговля людьми практически всегда происходит со стороны земляков. Практически всегда. Торговля фальшивыми документами в абсолютном большинстве случаев на, наверное, 85% со стороны земляков. Мошенничество с автомобилями 90-95% со стороны земляков. Возвращаемся теперь в вербовку. Люди поняли, что они в Мариуполе не в Московской области, а в Украине, когда уже увидели разрушенные дома. Да, они это поняли. Они стали звонить мне. Я пришла в ужас. Я звонила в посольство Узбекистана в Москве, в посольство Узбекистана в Киеве. Они сказали, что мы ничего не можем сделать. Это никем не контролируемая территория. Пять с половиной часов мы были на связи с этими людьми. И потом они, видимо, выехали из зоны действия российских мобильных сетей. И все, эти люди пропали без вести. И помочь я им не смогла. И, конечно, для меня это очень большое горе. Седых волос у меня сильно прибавилось. Второй кейс, когда мы не смогли помочь, это был гражданин Беларуси. Он сидел в тюрьме в Оренбургской области. Он позвонил своей матери и сказал, что меня тут принудительно вербуют. Меня тут заставляют. Меня тут бьют, чтобы я подписал контракт. Но я не хочу подписывать. Я не буду подписывать. Ты, пожалуйста, будь как-то на связи. Его мать обратилась ко мне. И прошла неделя. И он, видимо, подконтрольно звонил ей и сказал, что мама, я в Луганске. Меня уже вывезли. Я подписал контракт. Я в Луганске. И вот тоже человек пропал. На этом все. Он пропал без вести. Контракт его в Министерстве обороны не зарегистрирован. И должна сказать, что, видимо, ни один контракт с мигрантами не зарегистрирован в Министерстве обороны. Во всяком случае, у нас не было ни одного кейса, когда был бы зарегистрирован. Мало того, есть один человек, гражданин Таджикистана, который повелся на этот контракт для того, чтобы получить российское гражданство. Он подписал этот контракт. Он поехал в Луганскую область в составе боевой части. И не хотел там воевать. Прятался. Ему сказали, что ты не будешь получать никаких льгот и не получишь гражданство, если не будешь воевать. Он тогда согласился выйти на передовую. Это было ровно через две недели после того, как он туда прибыл. И его в тот же день ранило. У него было осколочное ранение руки. Его забрали в госпиталь. Слава Богу, врачи этого госпиталя сказали, что они в таких условиях не будут его оперировать, потому что у него было повреждение сухожилий и лучевой кости. И они его отправили в Санкт-Петербург в военный госпиталь. После пребывания трех недель в военном госпитале его выписали вместе со счетом на 230 с чем-то тысяч рублей. Он говорит, а как это вдруг 230 тысяч, когда я вот получил боевое ранение, то вы мне наоборот должны два миллиона заплатить. Они говорят, какие два миллиона, ты вообще кто такой, ты какое право имел на военный госпиталь, ты что здесь делаешь? Иди разбирайся с Министерством обороны. Он хотел разбираться с той военной частью, с которой подписал контракт. Он хотел разбираться с Министерством обороны. И ничего он не разобрался, только он выяснил, что его контракт нигде не зарегистрирован. Только у нас есть четкий случай, что контракт не зарегистрированный, об этом знает сам человек. Все остальные случаи, когда у нас были сообщения о пропавших без вести, таких сообщений у нас 62, и мы пытались выяснить судьбу этих людей, которые по нашим представлениям подписали контракт с Министерством обороны, у Министерства обороны нету сведений о них, во всяком случае, по ответам Министерства обороны. То есть, вероятно, эти контракты просто даже не зарегистрированы, и не стоит рассчитывать на то, что получишь хоть что-нибудь. Никаких тебе ни боевых, ни заранений, ни гробовых, ни вообще ничего. Вот это, во-первых, важно, а во-вторых, Валентина, а вот примерно вы можете рассказать о том, какой, я понимаю, не в точных цифрах, а вот какой процент тех людей, которые, ну скажем так, вполне себе добровольно готовы, среди мигрантов я имею в виду, вступить в ряды тех или иных войск, там, ЧВК и так далее. Потому что, ну вот, судя по вашему рассказу, человек действительно польстился на предложенные какие-то там выплаты, какие-то льготы, плюс еще гражданство, и вполне себе добровольно подписал контракт, там, не знаю. Вот если сравнивать, таких случаев больше, когда люди добровольные льдут, или все-таки, скажем так, незаконных, когда обманом, тем или иным обманом заманивают людей в ряды вооружения. Не только обманом насилием. У меня вот были случаи, когда вот гражданина Кыргызстана, слава богу, мы его вывезли. Просто курьера задержали на улице, он на велосипеде, он курьер Яндекс.Еды, его с этой сумкой сняли с велосипеда, сказали, что они будут проверять его документы, он подошел, ему сказали подойти к автобусу, он подошел к автобусу, стал спиной, оттуда просто высунулись руки, подхватили его под мышки, затащили его в автобус. Его там бросили на пол, били ногами, прикладывали электрошокер, извините, к половым органам и заставляли его таким способом подписать контракт. Он подписал, но мы его вывезли, и мы объявили сбор, и буквально курьеры этой же Яндекс.Еды, его коллеги, собрали деньги на его билет, и мы его просто вывезли срочно. Дело в том, что те, которые добровольные, ко мне не обращаются практически. Бывают обращения в стиле, а вот мне предлагают, мне стоит записываться или нет. У меня не было вообще ни одного случая, чтобы я не отговорила человека записываться. Мало того, сейчас обращается довольно много людей, в основном это граждане Таджикистана, среди них это история наиболее популярна, скажем так, что как только ты получишь гражданство РФ, так сразу ты будешь отправлен в Украину. Между прочим, это правда. Но обращаются с этим практически все граждане Таджикистана. Я людей отговариваю, чтобы они получали паспорта российские, потому что это реальность. Сейчас паспорта очень часто вручают вместе с повесткой. Были случаи, когда через три дня человека призывали в армию, хотя он при этом является студентом колледжа российского. То есть получил паспорт, через три дня получил повестку о призыве, пошел туда, сказал, что я вообще-то в колледже учусь. Какой призыв? А ему сказали, какая нам разница вообще? Нам-то то его колледжа вообще дела нету, хотя он и государственный, нас-то совершенно не волнует. Он сказал, ладно, я пойду попрощаюсь с родителями. Пошел прощаться с родителями. Родители мне позвонили, и мы его отправили в Анталью срочно, моментально. Он вылетел рейсом в Анталью. Слава богу, еще не было на него этого дела, потому что он вылетел в тот же день, когда его, так сказать, призвали. Таких случаев обращений, а стоит ли мне, а может мне нужно так сделать, подписать контракт ради того, чтобы получить? Ну, у меня их где-то порядка 15-20 каждый месяц. Но у меня еще не было случаев, чтобы я не отговорила. Просто не было. А случаев, когда подписывают не поймите что, или когда избивают и заставляют расписаться, или когда в тюрьмах заставляют подписывать контракты. Или вот то, что было в январе, с 19 по 28 января у нас была история в ИК номер 6 Владимирской области, там же, где сидит Навальный. Туда просто приезжал, как называли заключенный, автозак. Хотя, конечно, это не автозак, это какой-то бронированный грузовик Министерства обороны, потому что он в раскраске камуфляжной. И туда просто загоняли людей, просто заключенных, не славянской внешности. Там были и россияне, и иностранцы. Их просто принудительно сажали в этот грузовик. Их не заставляли ничего подписывать, вообще ничего. Их просто туда загоняли и увозили. Таких рейсов было два. И я искренне благодарна журналистам, в первую очередь, BBC и Ходорковский Life, которые сделали официальные запросы в колонию, что происходит, и в эту колонию прекратили приезжать эти автозаки. Я знаю еще один визит ВК-1 в Мордовию, такого же автозака. Но там я вот благодарна начальнику этой колонии. Он просто не отдал. Он просто не отдал своих заключенных. Он сказал, что у меня иностранцы, вот хотели забрать именно иностранцев, он сказал, что у меня иностранцы, о их перемещениях я должен сообщать в консульство. В консульство, пока это дойдет, сегодня вы их не увезете. Ну и все. И больше этот автозак военный не приехал и не забрал никого из этой колонии. Прочнейшая история, но именно такие страшные истории порождает война. И страшно, наверное, то, что с этим мигранты сталкивались не только во времена боевых действий. Валентина, заканчивается время нашего эфира. Тем не менее, очень бы хотелось услышать от вас. Я понимаю, что вы, знаете, живем как будто в каком-то кавкянском произведении. Абсурд и совершенно, да, вот не знаешь, как себя вести. Но все-таки, учитывая ваш успешный опыт спасения людей, скажите, может быть, есть все-таки какие-то необходимые правила, которые нужно знать, чтобы обезопасить себя? Да, может быть, как-то через шесть рукопожатий до родственников, до знакомых, зрителей нашего канала тоже донесут. Потому что, как уже сказал, к сожалению, в нашей стране, ну, пожалуй, нет такого человека, у которого бы не было близкого человека на территории Российской Федерации. Итак, что надо делать? Во-первых, если вы попадаете в полицию, вам нужно немедленно сообщить об этом. Вы можете сообщать нам. Сделайте заготовочку, свою фамилию, имя, отчество, дата рождения, гражданство. Нахожусь в отделе полиции. И потом вот этот отдел полиции будете только заполнять. То ли вас в Таганском задержали, то ли в Свибово, то ли вообще в Трехгорке. Но напишите только это слово, отправите, мы вас успеем поймать. И в 97% случаев мы вас успеем спасти. Второе. С полицией теряйте знание русского языка. Просто теряйте. Он у вас вылетает из головы. Вы не обязаны знать русский язык, особенно юридическую лексику. Требуйте срочно переводчика и консула. Консула-переводчика, переводчика-консула, консула-переводчика, переводчика-консула. Все. Каждые три часа вас обязаны кормить. Поить и водить в туалет вас обязаны без ограничений, поэтому требуйте этого. Кушать, пить в туалет консула-переводчика. Больше ничего говорить нельзя. Обсуждать свою жизнь нельзя. Реагировать на нецензурную брань нельзя. Если вам что-то суют на подпись и вы не понимаете, что там написано или вам не дают прочитать, что там написано, напишите «не согласен» можно на своем родном языке. Не надо просто отказываться от подписи и не надо подписывать, надо написать «не согласен». Напишите «не согласен» – этот документ придет в негодность, они его не смогут использовать никаким способом. Это что касается полиции. Что касается подписей документов, многочисленных патчек документов в каких-то других госорганах. Если от вас требуют подписать немедленно за 30 секунд 40 документов, ни в коем случае этого не делайте. Нет никаких требований к вам, чтобы вы за 30 секунд подписали 40 документов. Вы имеете полное право ознакомиться с этими документами. Читайте хотя бы заголовки. Если на чем-то написано «контракт», «договор» или «соглашение», читайте очень внимательно первый абзац. Если там появятся незнакомые вам названия типа ЧВК, добровольческое объединение или знакомое название Министерства обороны, которое иногда проходит под аббревиатурой МОРФ, не подписывайте этот договор, контракт, соглашение ни в коем случае вообще. Просто рвите его немедленно, у них меньше бланков останется. Если вас вербуют на работе и рассказывают, как вам замечательно будет работать на территории оккупированной России, но принадлежащей Украине, не соглашайтесь, ребята. Дело в том, что вам там не будут платить, вернее, вашу зарплату, скорее всего, будут начислять на карту МИР, которую нельзя использовать нигде, кроме России. А при возвращении вас не впустят в Россию, вам поставят запрет на въезд в Россию за сообщение заведомо ложных сведений о себе, потому что вы последнее время не жили по адресу регистрации. Поэтому даже этих денег, которые мифически вы заработали, вы не получите. И вы столкнетесь с кошмарными просто бытовыми условиями и как минимум психологическим, а часто и физическим насилием, которые позволяют себе на территории Украины, поскольку никакие законы там не действуют. Достаточно? Как ни печально, но это так. Вы знаете, я бы еще, наверное, нашей аудитории для полноты ощущений порекомендовал посмотреть два фильма. Это «Айка» Сергея Дворцевого и «Продукты 24». Вот, к сожалению, вылетела из головы, кто режиссер. Здравствуйте, вас задержала полиция? Здравствуйте. Алло. Вас задержала полиция? Нет. Горе мне. Вас задержала полиция? Нет, это тишина. Извините. Валентина, еще раз лишняя иллюстрация вашей деятельности. Правда, к сожалению, вновь настало такое время, когда героями нашего времени стали правозащитники, люди смелые, люди, не боящиеся отстаивать закон справедливости и правду. Спасибо вам, правда, огромное. От всех кыргызстанцев, которые столкнулись с несправедливостью, но благодаря вам все-таки были спасены от самых страшных вещей. Напоминаю, в гостях у нас была правозащитница, юристка Валентина Чупик. Валентина, больших вам успехов в вашем нелегком труде. Спасибо. Уже простите за эту банальную фразу. Берегите себя. Держимся. Мы держимся. Спасибо. И пожелайте мне поменьше работы. Поменьше работы мне. Да, очень. Правда, Валентина, очень хочется, чтобы... Это поменьше защиты для мигрантов. Реально. Правда. Правда, очень хочется. Спасибо вам. Спасибо. Друзья, вы себя тоже берегите. Мы продолжим освещать самые важные, злободневные, актуальные темы на телеканале Next TV, на волнах радиостанции Next FM и, конечно же, на наших страничках в социальных сетях Арча Медиа. Увидимся. Продолжение следует...